Гефсиманский сад Говорит мне, за тебя, за тебя, за тебя. Вот первый допрос у Анны, тестья Каиафы, и целый ряд свидетелей встают против него, а он молчит и молчит. И что можно сказать? А ведь было время, он говорил, и говорил так прекрасно. А теперь молчит, и этим приводит в ярость его врагов. Они плюют в него, бьют его по лицу, и в каждом плевке, и в каждой пощечине я слышу за тебя, за тебя, за тебя. От Анны повели его к Ироду. Ирод, выслушав его обвинение, не нашел никакой вины, но, несмотря на это, приказал бить его. Так за что же бить его невинного? А в ответ я слышу, за тебя, за тебя, мой друг, за тебя, сестра. От Ирода повели его к Пилату. Это жестокий римский воин, сердце которого не было способно к жалости. Увидев растерзанный лик Христа, он сказал, «Се человек». Этим он хотел разжалобить черствые сердца людей, но толпа отреклась от него. Первосвященники кричали «Распни! Распни его!» Но прежде распятия он должен претерпеть ряд мучений. Вот он привязан к кресту, на тело падают плети со свинцовыми наконечниками. И в каждом свисте плетей я слышу, «За тебя! За тебя! За тебя!» Римские воины одели его в багреницу. На голову возложили его терновый венок. Били палками по челу, так что разирались раны. И струилась причистая кровь. И каждая капля крови говорит мне, «За тебя! За тебя, мой друг! За тебя!» Вот, наконец, крест с качающим телом поднят. Теперь смеяться можно сколько угодно. Я слышу насмешки. Других спасал. Себя спасти не можешь. Сойди со креста и теперь уверуем. И как хочется сказать, «Сойди же! Сойди! И докажи, что ты Сын Божий!» В ответ я слышу, «Если я сойду, тебе придется занять мое место. Но вот теперь я умираю, а ты живешь. И вдруг я слышу, Божий мой! Божий мой! Для чего ты меня оставил на такие великие страдания?» Ответ мы находим в Священном Писании. за тебя, за меня, за нас. Аминь. Аминь.